твои впечатления можно ли сказать что сегодня ну мягко говоря не совсем обычный день в твоей жизни но я бы сказал что очень необычный для меня это было очень волнительно много эмоций у меня вызвал этот день я впервые побывал в кремле внутри очень интересно красиво все очень было мероприятие тоже очень интересное много интересного ребята задавали вопросы которые для меня тоже были важны и я на них услышал ответы и это мне полезно само общение с президентом насколько оно тебя удивило может быть но учитывая то что главный человек в стране он не просто с вами общался он внимательно вас слушал ты обратил на это обратил на это внимание для меня это было очень волнительно общение с президентом все-таки но он тоже обычный человек просто президент сейчас происходит технологическая революция не у нас или скажем не только у нас у нас тоже во всем мире происходит технологическая революция она требует совершенно новых квалифицированных кадров их как угодно можно называть можно называть рабочими специальности может но как угодно важно что это конечно совсем другая генерации совсем другие требования и должна появиться другая генерация специалистов для нас высшей степени важно чтобы процесс подготовки высококлассных специалистов был тесно связан с рынком труда и с работодателями с теми кто ждет специалистов высокого класса на своих предприятиях встреча уже вроде бы завершалась да и казалось уже все вопросы уже закончились пользуясь случаем хотел бы попросить сделать общую фотографию если это возможно пожалуйста с удовольствием просто спросим ребят счет еще есть все заканчиваем сейчас еще пару вопросов мы сейчас сделаем владимир путин предложил продолжить разговор и вот до тебя дошла очень как это было вообще воплощение ну я получается когда он спросил если у кого еще вопрос я поднял руку ну потому что я хотел задать вопрос он выслушал другого человека сначала потом меня и я очень рад что он заметил я смог а как ты на себя внимание ты обратил просто поднял руку здравствуйте я парусимов сергей представляю ямало-ненецкий автономный округ учусь в ноябрьском колледже профессиональных информационных технологий занял первое место в компетенции окраска автомобилей на чемпионате по профессиональному мастерству первые слова которые ты произносила это как бы волнение не было было волнение когда там сидел когда я уже начал говорить мне волнение ушло почему я пришел в эту сферу мне очень нравится многообразие оборудования и материалов их свойств очень интересно наблюдать как себя ведут краски они по-разному себя ведут по-разному ложатся это выливается в очень интересные эксперименты еще мне нравится видеть результат допустим приедет ко мне какое-нибудь ржавое ведро и я его покрашу и будет красивая машина которая будет ездить по городу и блестеть не 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 ржавое ведро не надо превращать машину можно красиво покрасить машину надо превращать и хочу сказать вам спасибо за то что у нашего поколения сейчас есть много возможностей сейчас любой студент имея желание вкладывая свое время и силы может стать профессионалом своем сфере к слова возможностях раз у меня такая появилась хочу предложить вам покрасить автомобиль из вашего кортежа в какой цвет а в какой захотите давайте мы так договоримся это же не мое личное имущество государственное поэтому надо подойти к этому ответственно но но я подумаю на тему о том что можно сделать для того чтобы привлечь вас то вот такой как бы серьезный садите пожалуйста спасибо такой серьезной работе так все-таки в какой цвет ты хотел покрасить ну я уже много кому сказал я хотел ну вот сам кортеж черный и у меня фирму хочу сделать фишку я хотел от для своего автомобиля сделать вот раз такой случай решил предложить но еще не предлагал просто есть такая идея сама машина черная но в краске есть оттенки зернистые серебра и вот допустим герб нарисовать виде этого серебра и получат сама машина черная она свету на будет приливаться этот герб серебром а как это технически насколько сложно исполнить как считаешь но это сложно исполнить я думаю я еще не пробовал но очень хочу исполнить это для меня это будет хороший опыт вот коллега сказал что вот занимается покраской автомобилей ему это нравится чтобы все был всем было ясно здесь собравшимся не знаю знаете вы это или нет это не просто взять кисточку и красить покраска это сложный процесс и относятся тоже к высокотехнологичной сфере это вот это не буду всего перечислять мы с ними дискутировали на этот счет очень долго покраска там двигательную установка трансмиссии рулевую и так далее но покраска относится непростым и очень важным поэтому это действительно интересно я тоже рад что вы выбрали такую сферу деятельность она интересная нужная и потом это говорит не только внешней красоте что важно но и о о том чтобы грамотный все если грамотно и своевременно все сделано то это гарантировать долговечность использования транспортного средства важно и интересно по поводу покраски или перекраски значит каких-то машин государственных машин в том числе и с кортежем мы подумаем ладно и чего-нибудь обязательно я вам предложу хорошо спасибо спасибо вам ну я надеюсь он свяжется и мне удастся приобрести этот интересный опыт но я думаю в плане того что я хорошо о себе рассказал допустим нашему региону даже вот это мне поможет будущем с клиент базой а ты ожидал что на этой встрече вот так вот все будет нет все это было очень неожиданно меня когда позвали я очень удивился когда поучаствовал в конкурсе я уже думал что все вот от участвовал сейчас расслаблюсь вот тут мне звонят и говорят вот ты сейчас поедешь в москву общаться с воде с владимиром владимирович тебе одноклассники знакомые как-то что-то спрашивали как-то узнали о том что это произошло происходило с тобой у меня сказали что смотрели эфир и им очень понравился мой вопрос про коттедж ну все рады очень за меня твои коллеги которые рядом сидели как они на это отреагировали как на самом деле я думаю все переживали в основном думали о том что самим сказать вот так ну немножко все посмеялись их развеселило то что вопрос такой задал а почему именно ведра почему ты вот так вот так сформулировал не знаю просто в голову пришло то что допустим какая-то машина не знаю переедет и что я могу сделать и как бы то что этот конкурс от соревнования дала мне столько опыта что ну я могу машину покрасить ведро просто голову пришло как ты планируешь вот после вот этого события развивать свою профессиональную деятельность ну вот в данный момент ты еще учишься я собираюсь доучиться и параллельно работать в этой профессии себя видишь в будущем да конкурс в котором ты победил насколько он тебе уверенности придал вот профессиональной среде и вообще как человеку то что ты стал лучшим ну благодаря этому конкурсу я стал гораздо общительнее более уверен в себе благодаря это еще благодаря моему наставнику он очень много меня научил вот особенно стрессоустойчивость он мне заметил и проявил это ты приедешь когда вернешься ноябрьск ты сказал будешь подрабатывать еще да как ты считаешь у тебя клиентов больше появится и вообще что ты скажешь своему преподавателю я вернусь скажу большое спасибо что меня научил по поводу больше ли у меня станет клиентов ну я честно не знаю мне особо не было клиентов еще процессе того как другие твои коллеги задавали вопросы у тебя какие-то мысли появлялись вот по ходу вот этого разговора был обычный простой интересный как вы какими словами можно охарактеризовать ну очень внимательно всех слушал он их по мере возможности все прям отвечал и помогал очень сказал что всем ну со всеми кто задал вопросы по свяжется и поможет с их вопросами у всех разные были допустим кто-то хотел на стажировку какую-нибудь компанию кто-то ну просто из личного там вуз поступить и какие-нибудь там факторы не дают им это сделать так как не хотят и после встречи с президента я понял что это очень внимательный человек человек близкий к народу гораздо ближе к народу чем я представлял